Автомобили команды КАМАЗ-Мастер отправили на Дакар-2015. Сейчас спортивные грузовики своим ходом направляются во Францию, где их погрузят на паром и отправят в Аргентину. Хотя еще накануне эту технику видели в районе Тарловки. Именно там прошла торжественная церемония проводов, в которой активное участие принял и президент республики. Как это было, расскажет моя коллега Катерина Карцева. КАМАЗ-4326 в этом сезоне получил серьезные модификации. Понятно, что новшества не раз были испытаны в научно-исследовательском центре и даже в пусках Астрахани. Но сегодня оценить усовершенствованный КАМАЗ приехал лично президент республики. Рустам Мениханов не только знакомился с возможностями четырех боевых машин, тут же обсуждали возможные варианты дальнейшей модернизации. Впрочем, в этом году автомобиль и так значительно изменился. Появился круиз-контроль. Теперь пилоту будет проще соблюдать требуемый скоростной режим на спецучастках. Серьезно поработали с подвеской и двигателем. Также работы велись над тормозами. Очень много распределения передней оси и задней оси, что позволяет увидеть механику, увидеть экипажу, какие тормоза начинают греться. И тут же мгновенное реагирование. Оценить новшества тут же решил Рустам Мениханов. Он на «ты» со спортивными автомобилями и как ведет себя на трассе «КамАЗ» ему тоже известно. Но два круга по трассе на обновленной машине заставили удивиться даже столь искушенного ценителя скорости. Подвеска вообще другая. Мы в этом году очень большую работу провели по подвеске. Даже сами не ожидали, что положение рессоры, вот одна часть выше, задняя выше, передняя ниже. Чуть-чуть угол изменили, подвеска другая становится. И роль более острой. Кастер добавили. Она более чувствительная, да? Да, вообще. Как большая легковая машина. Ну, вообще, как ее положил, так она идет. Очень управляемая, послушная. Ну, надо привыкнуть, конечно. Но вот видишь, яма сейчас, подвеска отлетит, перескосил, поехал. Да? Да. Генеральный директор «КамАЗа» при этом отметил, что заводская команда для компании не просто элемент престижа. Сегодняшние вложения в «КамАЗ-Мастер» завтра возвращаются в город новыми контрактами. Бренд «КамАЗа» сегодня в Южной Америке очень узнал. То есть, грузовики, например, в Колумбии работают на 53 самосвала на отсыпке дороги Богата-Санта-Марта. Вот это. И я знаю, что наши клиенты уже стали вести разговоры о повеличении парка. Но это не значит, что пора останавливаться на достигнутом. Напротив, на что способны улучшенные «КамАЗа» узнаем уже через полтора месяца. «Дакар-2015» стартует в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, 4 января. Катерина Карцева, Ради Ганев, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Продолжение следует...